Это мероприятие проводилось директором школы. Это были обычные чеченцы, далекие от исламских знаний, и никакая власть их не заставляла. Но они считали этих парней героями. Да, конечно, были те, кто, прикрываясь религией, творили какое-то нечестие, но они при этом были искренне убеждены, что они делают что-то действительно богоугодное. Вот у них не было лицемерия в них, понимаете? Они были убеждены. Я получил сообщение от подписчиков в Инстаграм. Оно мне очень понравилось, и я хочу поделиться им с вами, зачитать его вам. Саламу алейкум. После Первой войны в 1996 или 1997 году на 1 сентября в нашей школе провели мероприятие. Позвали матерей, чьи сыновья погибли на войне и торжественно повесили их фотографии в коридоре нашей школы. Если кто-то не понимает суть, это уже время, когда мы выиграли войну. Российские войска полностью выведены с территории. И здесь идет речь о матерях наших шахидов, иншаллах, то есть наших воинов, погибших в воюле с российской оккупацией. Матерям вручили цветы и, кажется, какие-то сувениры. Матеря эти плакали, вспоминая своих сыновей, и в то же время были горды за них. Большое предпочтение отдавалось одной женщине в белом платке. Ей дали самое почетное место, и когда она шла, с ней все здоровались. Она потеряла на этой войне троих сыновей, и это сделало ее выше остальных. Это мероприятие проводилось директором школы. Это были обычные чеченцы, далекие от исламских знаний, и никакая власть их не заставляла. Но они считали этих парней героями. На фотографиях была дата рождения и дата смерти. И я, будучи десятилетним ребенком, любил на каждой перемене считать эти даты и выявлять их возраст. Читать их фамилии и имена. Кажется, было более 20 фотографий. Самым молодым было 18-20 лет. И мы, дети, завидовали им, их геройству и мужеству, что они проявили. Не было никого, кто не считал их героями. Мы любили их, и никто нам этого не навязывал. Сегодняшним героям даже не снится такая слава. Народ при первой возможности назовет вас предателями, бандитами, преступниками. Пока такую возможность имеет только несколько смелых, отважных наших братьев, чьи имена, иншаллах, тоже впишутся в этот список героев. Дал газот обалдойл. Вот такая была надпись над этими фотографиями в школе. Амин. На самом деле, он очень такой важный момент отметил в этом своем сообщении, что то, что тогда происходило, как вот чествование этих матерей, как отмечание их детей, когда их вешали на доску почета, героизирование этих ребят, это делалось действительно людьми, которые не были особо знающими с точки зрения религии. Ведь в большинстве своем наш народ на тот момент был гораздо более невежественен, чем сегодня. И, что самое главное, это не делалось по чьей-либо указке. Не было какой-то государственной программы, когда власть рекомендовала бы школьным директорам, государственным учреждениям вешать у себя какие-то фотографии воинов, героев. Не было всего этого. Это все делали добровольно. Инициатором мог стать директор, могла стать учительница или учитель, какой-нибудь родительский совет, комитет. Вот так это все происходило. И это важно. Сегодня ничего подобного не происходит в республике по доброй воле. Все происходит либо по указке, либо из низменных подхалимских каких-то инстинктов бывает, когда ты хочешь тем самым получить какие-то дивиденды от власти. Когда руководитель организации, директор школы или еще кто-то, он делает это, дабы показать свою лояльность к власти. Фотографии тех наших героев вешали не для того, чтобы показать лояльность к власти. Плевать тогда они хотели на власть. Не было директору школы, не было никакого дела до власти, потому что эта власть никак не могла его поощрить. Не было денег у этой власти, чтобы его поощрить. И эта власть не могла его наказать. Ну, убрала бы она его с работы максимум. И что он потерял? Не было никаких зарплат. Все работали тогда на энтузиазме голом. Потому что хотели тем самым как-то помочь нашему государству, становлению нашего государства. Вот это очень важно, что все то, что происходит искренне, добровольно, это сразу видно. А то, что наиграно, то, что делается по указке или для того, чтобы подлизнуть, это тоже видно. Я помню, я был дома тогда, это или 14-й, или 15-й год, в месяц рождения пророка, как они говорят, мир и мудрость, и не Аллах, хотя это месяц смерти пророка, они устраивают, кадыровская власть устраивает маулиды. Я помню вот этот вот ажиотаж маулидов, когда везде начали читать эти маулиды, и один из деятелей там у нас, нашей организации, побежал к нашему руководителю, рассказал ему о том, что если сейчас не прочитать маулид, это могут возникнуть проблемы, что нам сейчас нужно прочитать маулид у себя в организации, это все отфоткать, выложить у себя на сайте и показать, что мы тоже прочитали в этот день маулид. И наш руководитель тогда сказал, да, ты прав, это отличная идея. И они тогда прочитали маулид. И это все нафоткали там, выложили на сайте. Понимаете, вот так делается все. Вроде бы с их точки зрения это такое богоугодное дело, да, маулид? Это, разумеется, это нововведение и ересь. Это то, что будет в огне. Но они-то считают, что они тем самым приближаются к Аллаху, Господу миров. Что они, прочитав этот маулид, они делают что-то, чем доволен Всевышний Аллах, за что будет награда. И в этом же вопросе они лицемерят. Они делают это для того, чтобы кто-то это увидел и сказал, так, молодцы, электросвязь тоже с нами. Они тоже прочитали маулид. Вы понимаете, вот лицемерие этого всего, оно прям видно невооруженным взглядом. А то, что делалось искренне тогда, во времена Ичкерии, это никогда вы не сможете это затмить вот этими своими спектаклями. Я ностальгирую по этому времени. Вот часто говорят, ты что, ностальгируешь, там тогда был беспредел, разруха, не платили пенсии, пособий, как всегда, все у нас водится к этому. Я ностальгирую по этому времени. Это было золотое время. Мы будем часто это время вспоминать. Потому что тогда все было по-настоящему. Тот, кто занимался бандитизмом, он занимался им по-настоящему, а не прикрываясь, что он святой. Понимаете, он занимался бандитизмом. Да, конечно, были те, кто, прикрываясь религией, творили какое-то нечестие, но они при этом были искренне убеждены, что они делают что-то действительно богоугодное. Вот у них не было лицемерия в них, понимаете, они были убеждены. А сегодняшние убеждены, что они делают, совершают преступление. Но при этом лицемерно пытаются выдать это за какую-то религиозную, святую деятельность. Вот. И это сразу видно. Невозможно обмануть человека. Это сразу видно. Я благодарю этого подписчика своего, кто отправил мне это сообщение. Ты натолкнул меня на очень важные мысли. Пробудил во мне важные воспоминания. Аллах, Алия, Исхалима. Единичка. Сынок, чего я не хочу шариата? Убейте меня, что вы еще можете? Да не хотим мы тебя убивать. Зачем тебя убивать? Почему сразу же вот эта вот агрессия какая-то? Ты, если ты, значит, я с вами не согласен, вы меня сразу убьете. Да никто тебя не убьет. Мы наоборот пытаемся уйти от этого режима, где за несогласие людей убивают. Ради Бога, живи. Когда мне такие вещи говорят, как будто вы где-то меня на чем-то уличили, что я там где-то призывал кого-то убивать за что-то. О чем вы говорите? Вся моя деятельность направлена против тех людей, которые убивают за то, что им противоречат, за то, что люди мыслят не так, как они. За это они убивают. Я, вся моя деятельность против них, я разоблачаю эти все их преступления, потому что они при этом ведь делают вид, что они нет, никого не убивают. Я показываю, что да, они убивают, угнетают. И тут вы приходите и говорите, я вот не такой, как вы, я против, значит, вы теперь меня убьете. Нет, чувак, мы тебя не убьем. Я, по крайней мере, точно тебя не убью и сделаю все возможное, чтобы тебя никто не убил. Субтитры сделал DimaTorzok